всем доброе утро и добро пожаловать новое видео сегодня наконец-то настал тот день когда я уже решилась наряжать весь дом конечно не елку ставить у нас смотрите какая красота зима зима уже несколько дней лежит снег вот принесла я совсем чуть-чуть я не очень так хочу украшать в спальне так что принесла в прошлом году вот эта елочка стояла у дочи доча себе другую декорацию сделала буду сочетать это розовая елочка у нас стояла в спальне и пока еще не знаю с чем но я думаю раз дочь она не нужна я ее поставлю себе эту и вот такое более-менее чтоб подходила взяла из декора вот это посмотрим нужно протереть у меня были на всех поверхностях и в принципе все тот букет уберем цветов и в принципе поставим туда елочки больше ничего так добавлять не будем пропылесосить помыть пол начинаем отсюда во и весь дом будем украшать уже всем приятного просмотра вот и настало то время когда можно будет уже наряжать уже можно конечно и с ноября месяца многие наряжают но как-то я думаю это чересчур рано для меня вот как бы с начала месяца с начала декабря можно украсить весь дом допустим гирлянды потому что сейчас темнеет рано гирлянды на окна я уже повешала давно но вот допустим на какие-то поверхности где-то что-то добавить вот свет очень красиво вечером будет для меня вот как бы в принципе нормально это все числу десятому мы поставим елку возможно будем ставить даже с прошлогоднюю елку так как в этом году не нашли мы елку которую я хотела конечно в интернете есть на фотографиях смотришь как бы хорошие красивые елки я именно хотела пушистую чтобы нас изнутри была пушистая в наших магазинах они есть как бы такие знаете вот кто живет в германии возможно знает видят в магазинах тоже такие же елки как и я вот что они снаружи вроде бы красивые хорошие но внутри они пустые внутри одни ветки торчат вот но я хотела если покупать то покупать уже сразу хорошую нормальную елку если придется заказывать в интернете хочу заказать ее в последнюю очередь потому что поездим еще по магазинам посмотрим если есть как бы купим если нет то буду заказывать в интернете в интернете я не хочу заказывать в первую очередь потому что на фотографии возможно это одна стоит а придется всем другая и не хочется заморачиваться пересылкой чтобы назад ее отправлять как-то не хочется этого мне и поэтому я на последнее хочу оставить онлайн магазин вот поэтому я и не заказываю онлайн так что возможно поставим и старую елку но уже как бы может на следующий год обязательно я и в этом году не хотела ставить нашу старую елку, но посмотрим. Конечно, еще есть время, еще попробуем, может быть, где-то еще в каких-то магазинах, может быть, в Оби съездим, нас тоже нет, его рядом, но возможно, проедем туда, посмотрим, может быть, там что-то есть. Там, я знаю, что есть литые, красивые елочки, но они метр пятьдесят, не знаю, есть ли побольше размером, вот кто, может быть, знает, допустим, два десять мы хотим, как-то у нас, у нас вообще елка старая, метр восемьдесят, но почему-то вот сейчас в этом году, я смотрю, метр восемьдесят, какие-то они низковатые, вот, поэтому мы хотим два десять взять елку, зеленую, мне как бы и заснеженная нравится, но муж предпочитает зеленую, так что будем брать зеленую, чтобы каждому угодить, мне, чтобы попышнее было, мужу, чтобы она зеленая была, так что вот как-то так. Я уже почти закончила со спальней, поменяла постельное белье за кадром, уже не снимала это, после того, как, конечно, протерла пыль, помыла пол, вот, после этого я поменяла еще постельное, наволочки оставила такие же, как у нас и шторы в спальне, одну просто подушку добавила с акцентом новогоднего декора, розовая снежинка как раз подходит к нам в спальню, и переходим уже к мальчикам. У мальчиков вчера тоже не снимала, у дочи и у мальчиков сняла все шторки, тюль постирала вчера все, погладила, повешала, чтобы не оставлять на сегодня, на такую генеральную уборочку, и продолжаем дальше, протираю тоже так же, как в спальне у нас пыль на всех поверхностях, и пропылесосить нужно, ну и задекорировать, много декора не буду ставить, поставлю Максиму на комод и старшему сыну какой-то декор на стол, и в принципе этого хватает, также будем переходить дальше, пропылесосим, помоем, нарядим. У мальчиков с утра поменяла постельное белье, Макс прыгал на кровати, я поправляю его кровать, ну и переправляю чуть-чуть старшего сына кровать, потому что мальчики не очень ровно заправляют все равно кровать, вот поэтому я решила снять плед у старшего сына, переправить, все ровненько подправить, не люблю, когда заходишь в комнату, и вот это вот все кривое, косое, так что переправляю, делаю, на комоде тоже уберу все игрушки лишние, ну и поставим елочки. Поменяла им декоративные наволочки, у них по две подушки лежало, убрала, сейчас одну просто оставила, как бы черненькие, с золотым оленем, в прошлом году также и покупала две одинаковые специальные им сюда в комнату. Протираю пыль на окне, каждое утро у нас скапливается там небольшая вода, поэтому мы протираем, каждый день можно сказать так, что чистенько на окнах. Максим у нас до сих пор дома сидит, сходил один день в садик, всего лишь один. После того, как мы сходили в больницу, вровать, сказал, вроде бы хорошо, как бы да, кашель есть, но как бы можно уже в садик идти. Пошли мы в садик, и в эту ночь у нас поднялась температура, и у нас Макс опять эту неделю будет сидеть дома, потому что кашель до сих пор не прошел, что будем лечиться, пока не пройдет полностью, тогда уже только пойдет в садик. Нужно протереть тоже пыль у старшего сына, так обычно старший сын это все делает, но сейчас я генералю полностью все. На шкафу нужно тоже протереть пыль, так как не протираем это частенько. Решила поставить две небольших елочки, одна чуть поменьше, другая побольше, одна силиконовая большая с кика, а другая поменьше, такая как ершик с магазина экшн, по-моему, я позапрошлом году покупала. Вот решила поставить в комплекте на Максима комод вместе и поставить небольшого оленя LED, которая покупала в этом году, по-моему, в экшене. Вот, поставлю все в комплекте, ну а здесь сыну поставила щелкунчика и больше ничего не стала ставить, так как он играет, постоянно у него и планшет, и телефон, все это на столе, как бы полно всего, так что много не поставишь. Вот, стол небольшой и уже осталось пропылесосить и как бы спальни будут готовы. Доча у себя в комнате как раз вчера наводила порядок, я как раз вот шторы снимала, ну и заодно решила мальчиков тоже снять только, подпишись за видео. и гидрызграют, я даю вам counterparts, сейчас смотрите, и я сейчас ездить. И у меня есть какая-то и teilweise я уже перешла на зал в зале протерла всю стенку полностью пыль протирала конечно стаканы я не мыла ничего как бы в принципе чуть там подальше если что я их отдельно просто помою все посуду вот как бы отсюда и оттуда занесла декор который планирую поставить посмотрю я в принципе вот каждый год вот эти олени вот это все беленькая и вот это вот вот это прошлом году в столовой стояла но она золотая так что золотом чуть-чуть я планирую где-нибудь сейчас ее поставим наверху на самом наверное посмотрим вот эти звездочки тоже мне очень нравится так что вот все что есть сейчас посмотрим много не будут захламлять так чуть-чуть поставим и в принципе хватит этих будут я поставила здесь и домики поставила здесь но вообще с домиками я планировала что-то другое сделать вот если руки дойдут то сделаем попозже другое с ними что-то там уже что-то поставили другое так что на данный момент сейчас поставим так думаю тоже вот эти цветочки также оставлю сухо цвет свой а потом может быть переделаю в этом году сильно красного не хочу у меня как раз там только красные и золотые и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хотела светлую, но она еще шире получилась и как-то не очень смотрится. Я бы, конечно, хотела бы даже еще чуть-чуть поуже, но другой нету. А если загибать эту, не очень симпатично получится. Посмотрю, может быть, что-то найду другое в магазинах, то заменю. Нет, значит, будет стоять эта. Экспериментировала и звезды ставила, и елочку ставила. Но как-то мне не очень нравилось, хотя эта елочка в прошлом году так и стояла здесь. Но не очень что-то мне понравилось в этом году. Так что поменяла я все полностью, отсюда убрала. Керамическую белую звездочку я убрала в кухню. Она мне больше нравится, как там смотрится. Здесь поставила просто я вазу с веточками заснеженными. Мне понравился конечный результат, так что все переделала, все, что можно было. Не задекорировала я все, как хотела, конечно. Обычно я еще в дверной большой проем, который у нас идет в гостевой туалет, всегда вешаю гирлянду. В этом году сначала не хотела вешать, но потом думала, что так пусто, как бы, и не хватает огоньков. Так что решила я тоже сделать, но сделала это уже, конечно, на следующий день. В этом видео оно не вошло. И в следующем видео тоже будем с вами переделывать камин. У нас камин ручной работы, мы делали его два года назад. Вот, пооткололись там уголки, подбелить его тоже нужно, он у нас белый, как бы, да. Вот, так что уже скоро Николаус. Мы обычно вешаем носки на этот камин. Так что будем в следующем видео переделывать камин, можно сказать, реставрировать. Вот, ну а на сегодня уже с вами попрощаемся. Увидимся с вами в следующем влоге. И если это видео вам понравилось, не забудьте, конечно, поставить пальчик вверх. Кому не понравилось, пальчик вниз. Вам желаю всего самого наилучшего. Самое главное, не болейте, чтобы было настроение на уборку, на декорацию, на все остальное. Пишите в комментариях, украсили ли вы свой дом уже, либо поставили елки. Жду ваших комментариев с нетерпением. Ну а на сегодня попрощаемся, увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока.